всем привет с вами ирина и канал my diy life и сегодня как обычно в начале недели садовый влог вот уже вторую неделю каждый божий день у нас льют дожди я решила воспользоваться так сказать ситуации и показать вам те сорта роз которые в этих нелегких условиях в холоде и постоянных дождях выглядят вполне пристойно и презентабельно то есть показать вам те сорта роз которые именно в моем саду показали себя устойчивыми к дождю конечно же не махровые полумахровые розы к дождям устойчивы больше чем густомахровые красавицы в старинном стиле поэтому что касается устойчивых дождю рост то сорта которые я уже рекомендовала вам в нескольких прошлых влогах это мускусные гибриды вот в частности сорта моцарт и балерина они несмотря на две недели постоянных дождей иногда ливни и один раз был дождь с градом я вам тоже рассказывал выглядят они в общем-то очень хорошо и цветки не попадают они как видите долго держатся несмотря на то что дожди были сильные вот например гирлянда дамур мой белый штамп он уже полностью отцвел и осыпался в таких условиях а моцарт с балериной они до сих пор цветут хотя конечно уже цветки не так хороши как только что распустившиеся уже серединки потемнели но в целом в саду они выглядят очень очень хорошо даже несмотря на дождь как видите цветки очень хорошо смотрятся несмотря на постоянные дожди и не считая потемневших серединок нисколько не потеряли своей декоративности моя балерина покажу вам ее крупненько конечно уже отцветает видите вот некоторые кисти уже совсем отцвели какие-то цветают но несмотря на это видите она в общем-то особенность некоторого расстояния выглядит очень достойно несмотря на постоянные дожди цвела она у меня мне кажется недели 4 в общей сложности где-то месяц назад она у меня зацвела и до сих пор цветет сейчас когда вот все вот эти лепесточки осыпется я ее обрежу и буду ждать уже вторую волну цветения как видите даже несмотря на дождь саду она смотрится очень хорошо моцарт и балерина не единственные не махровые цветы у меня в саду вот это сорт антау sweet heist это почва покровная роза тоже одна из моих любимых у нее очень красивые цветки как видите у нее лепестки в форме сердечек я очень люблю такую форму и точно так же как и моцарт с балериной в дождь она себя прекрасно чувствует хотя цветает несколько быстрее под влиянием ливней но не считая этого розочка очень достойная кстати если ищете какую-нибудь красивую почву покровную розу обильно цветущую то очень-очень советую меня в этом году к сожалению погиб штамп sweet heist росла на у меня в очень нелегких для нее условиях я очень об этом жалею потому что в штамбовой форме она потрясающе совершенно смотрится она образует паникающую крону при этом цветки ну вот как видите они достаточно крупные хотя и практически не махровые и кисти крупные цветет она очень обильно я непременно заведу ее снова ну а вот это у меня кустовая форма на еще не вся расцвела потому что у нас очень холодно многие розы замерли вот в такой позиции дальше не расцветают но то что расцвело несмотря на дожди как видите выглядит превосходно одна из немногих чая на гибридных роз у меня в саду это сорт акварель спорт от знаменитой gloria day как видите он более желтый чем его мама и вот как вы видите прекрасно выглядит несмотря на постоянные дожди цветки уже даже самые цветающие но здесь чуть чуть видно они конечно же уже засыхают но вот даже и бутоны и полностью распустившиеся цветки как видите абсолютно прекрасно прекрасно смотрятся нисколько дождями не попорчены так что если ищите чайно-гибридные сорта устойчивые дождю то вот это один из них и я думаю что gloria day которая она же пис она же мадам миян наверняка тоже прекрасно себя чувствует дождливую погоду поскольку это почковая мутация сорт о котором я уже много много раз рассказывала и которому я бесконечно готова петь дифферамбы это леонардо да винчи сорт уже не новый но тем не менее до сих пор считаю его одним из самых удачных и самых лучших для наших садов он прекрасно выдерживает дождь уже только-только в самом конце цветения когда уже цветки готовятся опасть чуть-чуть появляются сухие краешки на лепестках но это пожалуй единственное что показывает какое-то влияние на постоянные дожди не считая этого несмотря на вот эту ностальгическую форму густомахровые чешевидные цветки выглядит он прекрасно дожди переносит замечательно вот несмотря на мои две недели постоянных дождей на обильности цветения на цветках это нисколько не сказалось и кстати у него помимо устойчивости к дождю есть ряд других очень хороших характеристик благодаря чему я его очень люблю во первых он очень устойчив к заболеваниям у меня всегда абсолютно куст чистенький даже когда соседи там могут повреждаться черной пятнистостью мучнистой росой хотя мучнистой роса мне очень редко бывает но тем не менее если что-то такое появляется на соседях вот на леонардо ни разу ни единого разу ничего такого не было очень сильный очень выносливый сорт не бал не бойтесь его замучить мне кажется ему все ни почем он выдержит и какие-то ошибки ухода и какие-то может быть не совсем грамотные манипуляции да вот когда бывает там сжигают листья по ошибке еще что-то в общем-то он все это вынесет выживет и будет радовать вас многие годы и еще одна характеристика которая тоже мне очень нравится вот я думаю все вы знаете когда цветок опал до остаются вот эти вот головки отцветшие вот у леонардо вот я за нее взялась видите она сразу отваливается это очень интересное качество очень мало у кого каких сортов она есть роза это самоочищающиеся то есть вот эти вот отсветшие головки они отваливаются сами собой и вам даже не нужно обрезать согласитесь для лентяев это очень очень приятно то есть вот они прямо вот как цветок отцвел они очень легко отделяются можно там рукой пошевелить но некоторые сами даже отваливаются что конечно согласитесь очень большой плюс потому что даже несмотря на какие-то цветающие цветки куз будет всегда выглядеть аккуратно и опрятно потому что ну я думаю что далеко не у всех хватает времени на то чтобы постоянно обрезать вот эти отцветающие головки поэтому самоочищающаяся роза это всегда такой очень приятный бонус покажу вам его поближе вот как видите вот эта кисть она уже недели три у меня цветет вот видите только на самых самых старых цветочках которые скоро опадут есть какие-то повреждения небольшие но это уже просто от возраста а молодые цветочки выглядят очень хорошо и вот та самая функция самоочищение в действии вот видите вот здесь отсветшая головка она уже пожелтевшая и если ее чуть-чуть зацепить она сама отваливается в общем очень люблю этот сорт и всем всегда советую среди роз остина самый наверное устойчивый к дождям сорт насколько это вообще возможно для роз остина это сорт мэри роз несмотря на постоянные дожди как видите выглядит она вполне пристойно но у меня вот правда только одна кисточка сейчас цветет остальные ветки еще в бутонах но как видите несмотря на то что лепестки вроде как очень нежные тонкие несмотря на то что вся розочка такая чуть-чуть растрепана и вроде как должна дождями повреждаться но по факту у меня в саду мэри роз выглядит очень прилично если говорить о розах остина это в общем-то редкий случай потому что большинство все таки сортов дождями повреждается сильно но вот эта красавица у меня выглядит вполне хорошо даже несмотря на то что каждый каждый день ее поливают дожди и только вот уже в самой последней стадии когда цветок уже цветает у него ну лепестки немножко начинают как видите окукливаться но в общем то и в целом ничего криминального нет повторюсь в тех нелегких условиях которые сейчас у нас творятся на севере подмосковья у кого тоже дача на севере те знают для таких условий когда каждый день льет дождь выглядит она просто замечательно так что если вы ищете розу остину устойчивую к дождю то обратите внимание именно на мэри роз и я думаю что ее спорт винчестер cathedral которая точно такая же только белая должна тоже хорошо держать дождливую погоду кстати еще один плюс этого сорта чем она мне нравится она очень прилично себя чувствует в полу тени у меня здесь вот в этом месте сад на самом деле достаточно тенистый участок у меня прямо вот позади камеры растет огромное яблоня увитая к тому же диким виноградом то есть тень достаточно плотно после трех часов дня практически солнце на нее не попадает для роз это условия мягко говоря не самые удачные но несмотря на это она хорошо себя чувствует как видите куст достаточно большой и в принципе довольно таки обильно цветет опять же для таких условий сейчас я вам покажу куст поближе ну конечно же пока показывать особенно ничего она еще вся в бутонах но вот вы видите одна ветка с бутонами вторая третья вот это уже цветет то есть в целом кустик сохраняет достаточно хорошую форму не разваливается не могу сказать что сильно вытягивается и для таких условий очень даже прилично цветет достаточно пристойно выглядит у меня golden celebration что касается роз остина у меня тут молоденькие два куста они еще только-только в том году пересажены еще не набрали всю силу они конечно немножко тоже повреждаются дождем ближе к концу цветения но вот как видите пока цветочек свеженький дожди ему нисколько не вредят у нас вчера был дождь позавчера был дождь и поза поза вчера был дождь так что можете оценить несмотря на это вот даже красных пятен на свежих цветочках практически не видно цветок распустился не сегодня то есть он в таком положении уже некоторое время живет так что тоже сорт в общем-то достаточно устойчивый к дождям и наконец третий сорт остина который я хочу похвалить это сэр джон бейтман такой не характерный на самом деле для остина видеть у него не крупные цветочки достаточно и куст он у меня вот здесь он растет немножко на задворках как получилось у нас тут стройка поэтому он у меня не в самом декоративном наверное состоянии у него одиночные цветочки но их достаточно много сейчас уже половина цвели но вот как видите те что все еще цветут они совершенно прекрасно выглядят вот отцветающий цветок видите он уже посветлел у него чуть-чуть повредились внешние лепесточки но не считая этого выглядит он очень очень достойно то есть вот из всех наверное сортов остина у меня в саду вот сэр джорд бейтман наиболее устойчив оказался к такой неприятный для роз погоде не могу сказать что я от него в восторге потому что я не очень люблю такой цвет урос видите он такой немножко вырви глаз вы то что я называю истошно розовый на камере он чуть чуть более красный чем на самом деле но вот именно что касается устойчивости к дождю он действительно очень и очень хорошо себя показал вот кстати для сравнения как выглядят остальные розы в таких условиях видите да как выяснилось немало вопросов вызывает у вас подкормки роз летом многие меня спрашивали как кормить считается что розы во время цветения не кормят кормят после отцветания как быть что все отцветают в разное время что с ними делать те которые еще цветут кормить их или нет потом будет поздно и вы не знаете подходить к ним или не подходить кормить или не кормить попробую внести немножко ясности в этот сложный для некоторых вопрос конечно же не нужно каждый куст кормить индивидуально это просто невозможно особенно если у вас сортов много вы просто выбираете какой-то момент в середине июля да вот примерно как сейчас когда основная масса роз у вас уже цвела конечно какие-то будут продолжать еще цвести какие-то вы можете искусственно прервать цветение как я вам показывал обрезав уже какие-то последние цветки чтобы вторая волна получилась более дружно и подкормить уже все какие есть пусть они все еще цветут уже удобрение вообще на что влияют подкормки во время цветения некоторые очень их боятся хочу немножко тоже ясности внести если вы кормите розу во время цветения считается что это стимулирует ее более быстрое отцветание потому что конечно когда вы кормите вы стимулируете рост и соответственно роза силы пускает на рост побегов и цветение она так это более быстренько сворачивает но есть некоторые сорта которые цветут очень обильно причем параллельно с ростом да те самые непрерывно цветущие розы которых промежуток между волнами цветения очень короткий или его почти нет особенно если вы грамотно розу обрезали таким розам в общем то не очень страшно если вы даже во время цветения их подкормить да это будет стимулировать рост новых побегов но поскольку она очень быстро выпустит новые цветоносы в общем то вы ничего не потеряетесь поэтому не бойтесь покормить ваши розы и даже если какие-то еще цветут если основная масса отцвела вот вы просто выбираете тот момент когда у вас более-менее перерыв цветение у большинства кустов понятно что на все на все кусты это распространяться не будет и вот в этот момент кормите второй момент что касается подкормок азотом конечно в середине июля азотом скажем так удобрением с преобладающим содержанием азота кормить не стоит потому что это будет стимулировать рост новых побегов они будут более водянистые они могут не успеть вызреть особенно если у нас осень будет ранее холодная и тогда это может просто привести к не очень успешной зимовки но азот конечно безусловно все равно нужен вы его просто даете в более скажем так умеренных дозах я обычно стараюсь выбирать либо комплексное удобрение с пометкой осень обязательно смотрите просто на состав удобрения как я уже говорила абсолютно неважно какое это будет удобрение вам совершенно не обязательно выбирать удобрение для роз или цветочной или тому подобное просто смотрите состав я иногда розы и картофельным удобрением подкармливаю потому что то удобрение которое комплексное предназначено для подкормок весной да там например та же самая кемира с пометкой весна если вы посмотрите на состав там обычно либо равные доли азота фосфора и калия там допустим 16 процентов азота 16 фосфора 16 калия либо даже иногда бывает азота побольше например 20 процентов азота и по 16 всего остального вот такое удобрение лучше оставить на весну ну а для летней подкормки для июля месяца лучше взять уже то удобрение которое стоит с пометкой осень у него тоже есть азот составе но вы уже поменьше относительно фосфора и калия то есть например азота 10 процентов уже а фосфора и калия по 16 или может быть даже еще меньше азота то есть просто смотрите на состав удобрения либо вы можете использовать и простые скажем так проверенный временем удобрения как например делаю я не просто обычно банально дешевле можете взять двойной супер фосфат калийную селитру и немножко азотного удобрения и вот этим всем подкормить но еще хочу остановиться на одном важном моменте про который многие на самом деле забывают эта погода потому что если у вас июль месяц как у меня сейчас но стоит холодная погода вот у нас например сейчас с ночами 7 градусов тепла нас очень холодно у нас постоянные дожди вот в таких условиях розы кормить не надо потому что это может принести не то что пользу а наоборот навредить почему когда холодно я думаю все вы понимаете растение практически не растут то есть у меня например вот где-то две недели назад как у нас начались холода и дожди многие розы вот они замерли в состоянии бутонов и ну вот они так медленно распускаются по одному цветочку но уже дружного цветения нет и вот эти бутоны они стоят уже две недели то есть розы не растут не цветут они ждут тепла если в таких условиях вы подкормите ваши розы тем более подкормите азотом во первых это вызовет засоление почву потому что кормим мы я думаю вы все знаете солями минералов да и если вы в холодную погоду кормите растения они просто не могут это усвоить потому что они не растут им холодно они замерли они ждут тепла и они эти удобрения просто не смогут усваивать из почвы и соответственно в почве получится переизбыток этих солей это не очень хорошо для почвы для почвенных микроорганизмов поэтому если вроде как пришло время кормить розы но холодно вот как у нас сейчас лучше отложите подкормки на недельку посмотрите чтобы было уже устоявшиеся теплой погодой тогда уже кормить то есть это процесс такой достаточно гибкий всегда смотрите на состояние ваших роз на погоду состояние тоже очень важно то что если вы видите что роза например явно нуждается в азоте у нее мелкие листья она медленно растет какие-то листья побледнее вот я вам попробую показать побег розы у которой явная нехватка азота чтобы можно было сравнить то тогда конечно несмотря на то что июль можно дать азота и побольше ну а если вы наоборот видите что у вас куст с крупными листьями темно-зелеными что он мощно растет может какие-то жирующие побеги у него появились то такую розу конечно лучше азотом уже не кормить в июле месяц потому что вы просто таким образом стимулируете еще больший рост это во-первых пойдет в ущерб цветению во-вторых самое главное это может спровоцировать не самую успешную зимовку и еще момент касаемо погоды касаемо вне корневых подкормок тоже очень важный и момента которым тоже достаточно часто в руководствах умалчивают вне корневые подкормки опять-таки не стоит проводить если сырая холодная погода особенно если холодная погода почему потому что если у вас влага на листьях очень долго держится очень долго не высыхает это может спровоцировать появление черной пятнистости чего нам конечно совсем не надо поэтому кормите все-таки и корневыми подкормками и вне корневыми подкормками если погода хорошая если тепло ну а если холода если ночные температуры очень низкие вы видите что ваши розы замерли и не растут то лучше поток подкормку отложить может быть на недельку до того времени как погода не улучшится ну что же я надеюсь что мой сегодняшний выпуск был для вас интересным и полезным как обычно жду ваши вопросы и замечания в комментариях но на сегодня все всем пока